Добрый вечер друзья, кто у нас ранние пташки, а еще Антон Валерьевич Сапрудов, пока здороваюсь только с вами, до 8 часов осталось 5 минут, имеется ввиду Красноярские, Кемеровские в 8 часов вечера, Антон Валерьевич по моему голосу сейчас проверит все ли нормально, я ему через одну минуту позвоню. Да, Антон Валерьевич? Да, все хорошо, все слышно. Спасибо, через 5 минут начнем. Ну, теперь можно показать, о чем пойдет речь, о чем пойдет речь. А знаете что, что до 8 часов можно вспомнить? Мы можем вспомнить, что даже ранетки можно улучшать с помощью прививок, мы об этом говорили, вот, можно улучшать груши, мы об этом говорили, самое главное не принимать, это еще не лекция, не, не, это так, это разминка. Самое главное не превращать во врагов в самые ценные ветки. Вот, так как принято в официальной науке. Вот, и еще вот это вот, суть вопроса жалобы с копчиков. Боже мой, они так надеялись, вот, они приезжали ко мне, ну, самый гостеприимный, все равно говорится, они ночевали у меня, я показывал сады, где росло по 100 по 200 ведер, имея всего десяток яблон. Вот, и путем случилась страшная вещь. Копленные рефрижераторы не знаю, для чего пригодились, но десятки, сотни тысяч яблонь за год за тверь превратились в мертвые. Причина инфекция, и никто ни ухом не повел, вот, и как принято говорить, ни ухом, ни рылом. Будем надеяться, что все позади кальция заканчивается, если не калечит деревья. Так, ну а так как осталось совсем мало времени, давайте я пойду на кухню и подарю себе чаю. Через две минуты начнем. Так, еще официально реминар не начался. Я еще скажу. Вот, рометки очень-очень быстро дичают. Не привитые практически сразу. А привитые годятся только как по двое. А привитые через пять-десять лет тоже дичают. Поддержать их можно только. Как это делал я. У меня есть фотография с другой стороны. Там видно крупноплодные. Крупноплодные яблони выживлял и получал не только крупноплодные яблоки в виде отдельных скелетных веток, но и поддерживал рометки в таком состоянии, что скупщики молились на меня. Ну а что? 30 ведер по 30 рублей. Ну тогда это для меня было 900 рублей. Вот. А для них это было почти бесплатно. Представляю, почему у них продавали. Ну чем не рометки? Или не так? Чем не плоды? Вот видите? А пока я говорю, вот они, смотрите. И обратите внимание, к чему приводит видативная гибридация. Видите? В целом ничего, да? Но дерево растерялось. Оно у него снесло крышу. Оно дает одновременно как бы несколько сортов. Хотя это все и то рометка, и то, и то, и то. Вот. Спасибо. Спасибо.